На улице Новая уничтожают Старое. В посёлке Октябрьский и Люберецкого района решено сравнять с землёй два здания, возведённых ещё при Николае II. При том, что дома признаны объектами, обладающими признаками культурного наследия. А значит, их снос запрещён. Этой историей уже заинтересовались в областном Минкульте и собираются подключать прокуратуру. Репортаж Александра Шишко. Ковш-экскаватор обезжалостно пробивает стены исторического особняка эпохи Николая II. Уже полностью разрушена крыша, уничтожен атик, на котором был указан год постройки 1910-й. Вот он остался на кадрах любительского видео. Почему мы должны уничтожать свою историю? Ну, это, во-первых, неэтично, это как-то безнравственно. Это варварство. Жалко, что ничего такого старого у нас уже меньше старого остаётся. После того, как снесут этот дом, номер два по улице Новая, в посёлке Октябрьский, рабочие собираются сравнять с землёй соседний особняк-близнец, построенный в то же время. Для чего история? Это одни клопы у него. Мы купили его и дали квартире этим видео. Здесь стоянка будет. Оба эти дома – бывшие казармы для рабочих старогоркинской мануфактуры Шарыгина, некогда местного городообразующего предприятия. Выполнены в стиле неоклассика с характерными для него пилястрами, портиками, зубчиками, под карнизами, большими окнами. В доме, который ещё не успели снести, у Вячеслава жила бабушка. Говорит, тут даже интерьеры сохранились в провозданном виде. Ощущается дух времени какой-то исторический. Очень интересно посмотреть. Там плитка, какие-то ручки, перила, толки, своды. Рушить эти дома, по мнению историков, рабочие не имеют права. Здания отнесены к объектам, обладающими признаками культурного наследия. Министерство культуры в настоящее время рассматривает их историко-культурную ценность. Отнести их к выявленным и затем к региональным объектам культурного наследия или нет. Министерство культуры Московской области направило главе Октябрьского письмо с просьбой не производить никаких действий, тем более снос. Все работы, по словам местных жителей, осуществляет компания «Застройщик Кит», которая вплотную к этим особнякам уже прилепила гигантские многоэтажки. Никаких документов на снос нам показать не смогли. У директора в кабинете находится. А директор где у вас? В выходной день. Покиньте территорию строительства. Охрана, почему просто сторонние на территории строительства? В Министерстве культуры Московской области действительно на снос согласия не давали. Сейчас готовят проверку, правда, для этого нужно оформить документы. В случае согласования прокуратуры нам данной проверки мы выйдем на эти объекты и зафиксируем факты нарушения. После чего нами будут предприняты действия по привлечению виновных лиц к ответственности. Деятельность рабочих должна была контролировать местная администрация. Один особняк уже не спасли. Накажут ли кого-то? Непонятно. Ведь на момент сноса дома не были еще признаны объектами культурного наследия. Точно так же под новостройки не так давно здесь разрушили столетнюю баню, входящую в этот же архитектурный ансамбль. Тихо и быстро. Александр Шишколя, Кузьмин, Борис Сальников, Олег Добин. Вести. Москва.